Здравствуйте! И сегодня тема у меня не очень приятная, потому что я очень расстроена. У меня заболела группа можжевельников именно одного сорта, вот такого салатово-желтого цвета. Это можжевельник горизонтальный. Заболели очень серьезным заболеванием. Это заболевание называется ржавчина. Это грибковое заболевание. Несмотря на то, что у меня было уже две обработки раннее весеннее медианом экстра. Это препарат меди, который очень хорошо должен срабатывать ранней весной против перебковых заболеваний. Потом я обрабатывала хорусом у баковой смеси, когда стригла этот можжевельник. Тем не менее, эти препараты не сработали. И вчера я обнаружила на большинстве его ветвей, особенно поражен очень сильно у меня вот этот горизонтальный можжевельник, который я недавно стригла и, видимо, он ослаблен после стрижки. Больше всех поразился именно он, потому что я прошла по всем своим можжевельникам и больше всех оказался пораженным именно он. Поражены практически все его ветви. Как выражается, как выглядит это заболевание, почему я его увидела сейчас. Потому что оно выглядит как большие ярко-оранжевого цвета наросты. И сейчас я вам их покажу. Конец апреля-май. Это время плодоношения гриба, который поражает ржавчиной можжевельники. И если очень теплая весна, эти грибы становятся очень яркими и найти их гораздо проще на самом можжевельнике. Вот так получилось и у меня. Несколько дней теплой влажной погоды и выстрелил этот гриб ярко-оранжевым цветом. На этом можжевельнике, конечно же, их уже практически не осталось. Потому что я сразу же вчера, не дожидаясь того, чтобы снять видео, быстренько их удалила, эти ветки. Большинство веток. И у меня можжевельник уже практически голый сейчас на данный момент. Потому что для успешной борьбы с этим заболеванием нужно удалять пораженные ветви. Именно удалять все пораженные ветви вот этим грибком, на котором есть вот эти наросты. Оттого я и расстроена, что в этом можжевельнике поражены были именно скелетные ветви. И можно остаться совсем без можжевельника. Решила бороться. Бороться. Вырезала часть веток, которая потоньше. Он у меня сейчас здесь практически лысый. Сейчас давайте подойдем с той стороны и посмотрим. Эта часть у меня уже практически полностью голая, лысая. Середина вся лысая. Может быть, получится совсем уже теперь не может. А точно получится совершенно другая форма уже можжевельника. Но я буду пытаться все-таки скелетные ветви у него сберечь. Вчера еще такая сложилась не очень хорошая ситуация. Мне нужно было срочно уезжать из дому. Я не могла в тот же момент, когда я обнаружила вот это заболевание, этот грибок, все это обработать или обрезать. Я по-быстрому вырезала только некоторые ветки, на которых были такие большие, огромные наросты. И что придумала? Что решила сделать? Я нашла у себя пакет килоидной серы. И присыпала все эти грибы хорошенечко. Усыпала этим порошком килоидной серы. Здесь же находится еще такой же сорт. Его я тоже тщательно вчера смотрела. На нем тоже много вот этих грибов, вот этих наростов оранжевых тоже очень много. Вот они до сих пор, вижу, еще есть в центре. А, кстати говоря, те, которые я обработала килоидной серой, они пропали. Их не было. До моего возвращения домой их уже на этих стволах не было. Они как будто растворились. Сюда же я не дошла. Ну, во-первых, у меня не хватило времени, я очень торопилась. А, во-вторых, у меня закончилась килоидная сера. Вот, кстати, надо было вчера прикупить килоидной серы. И можно вот на те места, где есть вот эти поражения, эти грибы, до того, как обработать. Или если, вот как я, например, не хочу убирать эти скелетные ветви, чтобы попытаться, скажем так, побороться за этот мажевельник, за эти ветви, можно вот попробовать этой килоидной серой. Я так уже поняла. Да, я обработала вчера все мажевельники с кором. И вот, честно говоря, вот все, что было обработано с кором, оно еще полностью никуда не исчезло, никуда не делось. Что больше всего меня расстроило, так это то, что поражен вот этот желтый мажевельник в этой группе мажевельников. А если вырезать мне эти ветви, больные ветви этого желтого мажевельника, то, можно сказать, могу попрощаться с этим садовым бонсаем, потому что форма будет испорчена. Но уже этого вида, конечно же, не останется поражена вот эта большая ветка. Это скелетная ветвь тоже, она идет, она уже толстая, она идет от самого основания. Если я ее удалю, то вот этой красивой чаши здесь тоже не останется. А удалять нужно, а удалять нужно. Удалять полностью. Можно сказать, здесь до основания эту ветку. Вот эта ветка должна полностью убраться. Оно уже и видно. Я вначале и поняла, что у меня мажевельник заболел каким-то грибковым заболеванием, потому что начали сохнуть кончики его хвои. Вот эти вот у этого желтого мажевельника. Притом по всему мажевельнику, не только здесь в одном месте, чтобы подумать, что это какие-то вредители. Но и обработки не помогли. Обработки и не медианом экстра, ни хорусом не помогли. Какое я приняла решение? Вот по поводу этого мажевельника. По поводу этого мажевельника я решила все-таки попытаться побороться. Повырезаю только маленькие тонкие веточки. Конечно, форма уже тоже будет не та. Будет он у меня, скажем так, лысоватым. Но хотя бы оставлю скелетные ветки. И буду пытаться их регулярно обрабатывать для того, чтобы вот сейчас уберу этот гриб, а потом не было повторного заселения с чьих-то груш, либо с яблонь. Сами себя перезаражать или рядом с сиящими мажевельниками вот в данный момент мажевельник не может. Он заражает именно плодовые деревья, такие как груши, яблони, ирга и еще несколько видов деревьев. А уже в свою очередь, если вызрют споры на плодовых деревьях, они заразят повторно мажевельники. Кстати говоря, раньше мои мажевельники никогда не болели таким заболеванием, до того, как я их начала стричь. После стрижки все-таки они стали ослабленными. Хотя у меня в саду росло две груши, и груша периодически болела ржавчиной. Я ее постоянно обрабатывала. И когда я увидела на ее листьях уже споры, один раз только я увидела на листьях груши споры, уже проросшие снизу, я решила, вот тогда я грушу оборвала всю эту листью, чтобы они не разлетелись с те споры, значит, обработала очень хорошо. Это один раз у меня дошло до такого где-то, видимо, ну, может быть, нас не было дома, может, мы отсутствовали, я не знаю, не помню. Вот, и в этот период они вот созрели. И ту грушу мы уже удалили. Мы удалили вообще две старые груши, которые росли у меня во дворе. Осталась у меня только одна молодая, которую я посадила в позапрошлом году. Ну, и, кстати говоря, в прошлом сезоне я на ней уже увидела пятнышко, но быстренько обработала, оборвала этот лист, и больше таких проявлений на груши нет. Вот, поудалять все эти тоненькие, даже если это будет вот такая небольшая веточка, здесь будет малюсенькая точечка оранжевая, это тоже все нужно тщательно так вырезать, удалить. Остается только надеяться, что их можно как-то вылечить, не удаляя самые-самые большие ветви. Еще сейчас буду искать, листать литературу. Есть у меня много литературы по болезням растений. Возможно, где-то что-то еще кто-то предложит, кроме как удаление. Может быть, можно как-то соскоблить, заскоблить, зарезать эти места, обработать. Не знаю, в общем, сейчас я буду думать, что мне делать, чтобы не удалять. Музыка. 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 Продолжение следует...